Давай пирог делать. Мы готовим пирог. Да, в мультиварке. Мультиварка у меня Moulinex Cook to Me. И делать мы будем что-то типа шарлотки, только с творожком и с кубочкой. С сахаром. И с сахаром, да. Как это все будет происходить? И яйцами, и творогом. Да, с детьми можно готовить. Оставайтесь с нами, сейчас мы вам все покажем. Вау! Есть, есть! Берем вот это. Итак, нам понадобится замороженная ягода, любая на самом деле. Это может быть даже не ягода, это может быть просто фрукт какой-то. Можно делать с киви, можно делать с яблоками, как обычную шарлотку. Но так как у нас осталось в холодильнике чуть творожка, мы добавим творожок. Также нам надо будет 2 яйца, мука и сахар. Ну, в принципе, масло еще для смазки, и все. Первое, что мы делаем, это мы взбиваем сахар и яйца. На самом деле, я все делаю на глаз, но я вам тут пропишу где-то 150 грамм сахара. Это довольно много, конечно, но ничего. И 2 яйца. Это все мы взбиваем с помощью блендера, миксера, то есть у кого что есть. И ложки. И ложки можно, да. Вот. Да, вот так вот, молодец. Ой, пустя. Вот, видишь, тут специально есть носик, да, и ты высыпаешь, чтобы он не рассыпался. Давай, молодец. Полностью высыпай его. Вау! Да, теперь мы будем... Так, что-то тут у нас... Нет, сахар есть не надо, мама. И сейчас мы будем вбивать яйца. Димит мне помогает, он держит камеру, а мама вбивает яйца. Я тоже буду. И ты будешь сейчас. Тоже вбивать яйца. Да, нет, яйца вобьет мама, а ты сейчас будешь все это мешать, да? Да, и еще тебе буду помогать. Яйца. Похоже на сопли. Ну, как бы, да. И на какашки золоты. Ой, нет, на какашки золоты не похожи. Да-да. Похожи на золоты сопли. Ну да, на сопли чуть-чуть есть. Так, а теперь мы надеваем. Давай. Вот так вот. Так, одной рукой маме очень неудобно это делать. Держи камеру. А я буду... А ты будешь нажимать, да. Давай. Вот сюда вот нажимай. О, да, только надо креский. Я сменила один блендер на другой для того, чтобы у меня все поместилось. Потому что в данный момент у меня вот, знаете, как ребенок быстро сказал «Я хочу!» И вот что есть из той техники и готовим. Также я сейчас добавлю разрыхлитель теста для того, чтобы наша шарлотка поднялась. Да, Демка? Да-да. Муку можно просеять для того, чтобы была более... Тише-тише. Наша шарлотка воздушная. Мы не стали пользоваться ситом, поэтому в общем, как-то... Мы подходит в мой фильм! Какой фильм? Не, ну вечером пойдем на фильм. Вааа! Разрыхлитель теста. Давайте, Мидушка. Вау! 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 Молодец! А ну, коня! Ты что? Ну-ну-ну! О! Все, теперь высыпай это все сюда. Аккуратно. Все. Все, хорошо. Сам. Самостоятельный парень. Так. Можно добавить еще ванилинчику, но у меня нету, потому что, опять же, знаете как, готовим из того, что было. Ребенок хотел пирог. Я всегда везде добавляю щепоточку соли. Ну, как бы совсем щепоточку. Давай, маленькую щепоточку возьми. Чуть-чуть. И вот туда вот. Вот так вот. Все. Молодец! Как бы для вкуса. Муки я добавила где-то грамм 250. Поэтому, не знаю. Опять же, все на глаз. То есть, сейчас я покажу. Тесто должно быть таким жидковатым. То есть, не сильно жидким, но и не густым. Молодец! По местам склада. Не торопись, не торопись. Она никуда не убежит. Давай. Вот таким вот получается тесто. Какой юн! То есть, в принципе, мне кажется, даже густоватое можно было бы и пожиже сделать. Да, сошел. Если хотите сделать пожиже, можно добавить или кефир, или молоко. Берем кусочек сливочного масла. Угу. Это для смазки. То есть, в принципе, нам масла как таковое не надо. Но, чтобы смазать ковш мультиварки, чтобы не пристала наша шарлотка ко дну и к бокам. Ой, так тебе? Обычно, когда я готовлю, я использую ручную. Но так как у нас шарлотка, то у меня идут рецепты, десерт. И вот тут вот есть бисквит. Мы опускаемся ниже. Ниже. Нажимаем. Да, две персоны. Готовка 10 минут. Окей. Он тут рассказывает, что надо добавить. Ну, опять же, мы делали по-своему. Можно, конечно, сделать так, как тут по рецепту. И хотите приступить к рецепту? Да. Все. Он рассказывает, что да как. И пошло разогревание. И сейчас маслице растает. Вот. Мы вольем туда наше тесто. Сверху туда насыпем творожок и ягоды. И закроем мультиварку. Я сейчас, мам. Хорошо. Не могу. Давай. Так, а теперь Димит все это выливает. Тут надо придержать, потому что может выпасть. Так, выливаем, выливаем полностью. Все, все, все. Выливаем. Так. Давайте ложечкой мы помогать будем. Вот ложечка лежит. Вот она. Да. И давай. Ложечкой помогай. Вот так. Молодец. Умница. Давай в глубине. С глубины там доставай. Вот так. Так. Правильно. Уходи. Туда ножницы. Да, мы будем тебя кушать. Да-да. Она боится, не хочет. Она перепаяет. Прилипает. Давай я тебе помогу. Давай. Не надо. Ну смотри, у меня теперь уже все пальцы в тесте. Давай. Нет. А ты подержишь камеру. Давай. Нет, я хочу. Мне это нравится. Нравится, мой ты кулинар. Ну хорошо. Вот так вот сыпешь, 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 сыпешь. Я тоже хочу. Сыпешь. Вот так вот. Можно ложечкой. Я хочу ложечкой. Ложечкой. Где? А вот она. Ну ягоды. С клубничкой, да? С клубничкой. Давай, бери ложечку. И ложечкой вот сюда вот так вот сидит. Порожок. Молодец. Умница. А теперь берем клубничку. Давай мы ее вот так вот. И будем вот так вот ее туда бросать. Да? Да. Все. Надо быстрее закрывать нашу мультиварочку, потому что у нас уже все начало готовиться. И вот так мы распределяем, чтобы она была не в кучке, а в разных местах. На кучке? Да. Ты будешь. Ты будешь, да. Давай будем закрывать ее. Давай. Все, закрываем ее. С клубничкой чуть-чуть опустится вниз. И будем кушать. Да, малыш? Действительно, что выпекать от 30 минут. Но на самом деле, достаточно 10 минут я открываю крышку, поглядываю и уже вижу готовность. И если вижу, что готово, я просто раньше времени достаю. Ну что, засекаем 10 минут. Мамушка! Я иду, что там? А ну? Та-дам! Вау! Вот, готова наша шарлотка. Можно, в принципе, посыпать сахарной пудрой, кокосом, я не знаю. Напишите мне в комментариях, чем еще можно посыпать. Мы, в принципе, обычно ничем не сыпем. Можно украсить, наверное, ягодами. Жду в комментариях ваших предложений. Хрязь. Разрезай. Ты хрязь, говорит. Стоп, давай помогу. А теперь вот так вот. Еще. Он нежненький такой, потому что там творожок. Вот так. Будем кушать. Да, сейчас мы вам покажем, какой он внутри. Надо было раньше достать, потому что вот донышко чуть-чуть подгорело. Но ничего, на самом деле, страшного. Я люблю, когда она мягкая, такая, знаете, как мокрая. Я уже жую. Смотрите, он мягенький-мягенький. Всем приятного аппетита! Всем приятного аппетита!